Как ответить на оскорбление? Вы хотите сказать, как ответить на оскорбление? Потому что обида – это я могу обидеться, а могу и не обидеться. Даже если меня ругают, это уже дело моего внутреннего состояния – на оскорбление, на неприятное слово и так далее. А если уже я обиду, обижаюсь, то уже всё, вопрос уже окончен. Ну, а как ответить на оскорбление? Эта ситуация очень непростая, поскольку зависит от очень многих обстоятельств. Например, однажды был такой случай. К Варсенуфе Великому подошёл один монах и сказал – Отче, как мне быть в отношении моего брата, то есть другого монаха, который при всех без всякого повода и каких-то оснований вдруг начал меня оскорблять? Варсенуфе Великий говорит – Ты как себя вёл? – Он говорит – Я молчал. Монах спрашивает – Нужно ли мне теперь идти к тому, который меня оскорблён монаху, и попросить у него прощения? Как это, кажется, принято в нашей монахской среде? Варсенуфе Великий ответил – Нет, не надо, не ходи, не проси прощения, потому что этот твой брат, который тебя оскорбил без всяких причин и оснований, может подумать и может счесть, что он поступает хорошо и будет продолжать так же себя вести. Поэтому молчи! А как же быть, как быть в отношении того, кто оскорбляет, как быть всё-таки в отношении такого человека? Он ответил Варсенуфе Великий – Молись таким образом, Господи, помилуй меня и брата моего, и увидишь, если будешь так молиться, как скоро твоя обида исчезнет из твоей души. Вот так учат святые отцы. Я почему и начал с Варсенуфе Великого, что, вы знаете, мы можем начать что-нибудь сочинять и говорить, как к нам относиться, но мы же не имеем никакого, я бы сказал, ни права, не имеем духовного опыта, не имеем даже христианской жизни, и поэтому все наши ответы будут носить так, знаете ли, рассуждений более или менее. А вот то, что советуют святые отцы, это действительно является очень важным научением для нас. Но в то же время тот факт, что этот монах пришёл к Варсенуфе Великому и всё-таки спросил его, как быть, говорит и о другом, что действительно в монашеской среде принято было всегда, что если тебя кто-то оскорбит, обидит, то лучше ты попроси у него прощения. Не смирится ли тогда и не поймёт ли в своей ошибке тот брат, к которому ты обращаешься с этим? Так что, видите, новозаветное учение об обиде носит, я бы сказал, характер, значительно отличающийся от мирских представлений и даже от Ветхого Завета. В Ветхом Завете Христос сам сказал, сказано, сказано – возлюби ближнего и возненавидь врага своего. А Христос ответил – любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. При этом очень важно, на что обратить внимание, что в нашем русском переводе и в славянском переводе мы употребляем только одно слово – любите. Нужно обратить внимание, что в греческом-то языке есть несколько различных слов, которые, к сожалению, на наш язык переводятся одним словом – любить. А эти слова имеют существенное различие. Потому что одно дело – греческое слово «агапи» – то есть это равное, доброе отношение ко всем людям, независимо от того – друг он, враг он, кем бы он был. Доброе отношение, то есть нежелание никому никакого зла. Желание, если хотите, всем добра, кем бы этот человек ни был – это агапи, то есть это любовь всеобщая. А есть совсем другая любовь. Преподобный Кассиан Римлянин говорит, что есть и любовь, которая на греческом языке выражается словом эндиафитос. Эта любовь – глубокая, сердечная, это редкая любовь, которая встречается между людьми. Эта любовь не заповедана нам, потому что она происходит только между очень родственными и близкими по духу, по убеждениям и по сердечному влечению душами. Так Христос сам имел особую любовь к Иоанну Богослову, возлюбленному ученику. Это эндиафитос. Но нам заповедана любовь агапи, которая, конечно же, может иметь очень разные степени. Степени этой любви в отношении даже к тем же обидчикам может быть очень различны. Её великолепно выразил Исаак Сирин, святой, когда он сказал, что есть сердце милующее. И ответил – это есть возгорение сердца о всякой твари, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, о четвероногих, о людях, о врагах истины, о самих демонах. И не может без слёз смотреть на страдания кого бы то ни было. Так вот, и завершает он своё это слово, завершает так. Такой человек, если бы он десятикратно в день был сжигаем за любовь к людям, не удовлетворился бы этим. Вот до какой степени может дойти вот эта любовь, агапическая любовь. То есть даже, видите, даже в любви к демонам, а не только к врагам. Вот какая степень любви может быть. К кому? Видите, он и к врагам истины, и к демонам, то есть к любому обидчику как таковому. Но чтобы достичь этой любви, тот же Исаак Сирин пишет, «Называя эту любовь божественной, говорит так, невозможно приобрести эту любовь, не искоренив страсти». Поэтому законом и методом, если хотите, приобретение этой любви или, лучше сказать, способом, возможно только правильная духовная жизнь. А что это такое – это уже очень большой вопрос и другой, кстати, вопрос, а не этот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...